Гормоны и химия мозга. Знания, которые не займут много места. То, что делает нас людьми. Химический состав мозга. Все эмоции и чувства возникают как результат химических изменений в мозге человека, который сильно отличается от мозга человекообразных обезьян. Возможно, химия мозга является дорогой к пониманию пути эволюции? Все это еще предстоит выяснить ученым, которые уже преодолели значительное расстояние на пути к истине. Почему природа выбрала нас? За последние несколько десятилетий изучение устройства и деятельности мозга продвигалось ускоренными темпами. Ученым удалось найти методы, позволившие выявить взаимоотношения между различными мозговыми структурами. Они накопили много информации о химических веществах, которые нейроны человеческого мозга используют для общения друг с другом. Но головной мозг – самый удивительный орган человеческого тела. Он до сих пор требует детального изучения и ставит перед учеными огромное количество вопросов. В процессе эволюции нервная система живых существ прошла длительный путь от примитивных рефлексов у простейших организмов до сложной системы накопления, обработки и хранения информации у человека и человекообразных обезьян. Для большинства организмов окружающий мир нестабилен и требует постоянного приспособления к нему. В результате органом быстрого реагирования на изменяющиеся условия внешней среды стала нервная система. Что послужило стимулом к формированию и развитию мозга? Почему из всех приматов лишь определенные виды оказались способны на развитие? И почему только люди оказались способны на сложные мысли, эмоции и поведение? Человеческий мозг. Самая большая загадка в мире, весит всего 1400 граммов. Феликс Пальма. Вот они, условия. Вот она, среда. В XIX веке классик марксизма Фридрих Энгельс, ссылаясь на труды Чарльза Дарвина об общем предке человека и обезьян, уверенно заявил, что труд сделал примата человеком. Основной причиной, побудившей стаи обезьян спуститься с деревьев и начать эволюционировать, немецкий философ считал истощение запасов фруктов в месте обитания и конкретную борьбу с другими стаями. Это привело к развитию мозга и увеличению движения руки. Но неужели всем человеческим в себе мы обязаны только труду? И разве только ухудшение окружающих условий заставляет развивать навыки и умения? Термин «обогащенная среда» подразумевает благоприятную обстановку жизнеобитания, включающую комфортно устроенное пространство, наличие пищи, возможность свободной поисковой активности. Оказывается, пребывание в такой среде может влиять на генетически обусловленные состояния. Если мышей генетически слабой обучаемости и низким уровнем связи между нейронами содержать в условиях обогащенной среды, то у них существенно возрастает поисковая активность, способность к обучению, которые совпадают с интенсивным развитием нервных клеток в мозге. Объяснить развитие наших интеллектуальных способностей исключительно увеличением объема мозга невозможно. У многих животных он гораздо больше нашего, однако не обеспечивает умственные способности человеческого уровня. А может быть, ответы на подобные противоречия стоит искать в области химии? Венец творения. Человеческий мозг имеет большую площадь поверхности, поэтому он имеет гораздо больше извилин, чем мозг шимпанзе. Это означает, что наш мозг имеет большее количество связей и химических импульсов между своими частями. Снова о роли нейромедиаторов. Теперь ученые знают, что все чувства и эмоции, которые испытывают люди, возникают в результате химических изменений в мозге. Удовольствие от успешно выполненного проекта, выращенного цветка, удачного броска меча в кольцо и так далее, возникает в результате сложнейших химических взаимодействий. Схожие процессы связаны с отрицательными эмоциями и стрессом. Когда мозг приказывает телу выполнить какое-либо действие, например, покрутить педали или сохранить файл, то для выполнения указания большого босса включаются нейромедиаторы, которые приводят в движение химический процесс. Они являются ключевыми словами, которые объединяют язык мозга, нервной системы и всего организма. Вспомним, что к ним относятся ацетилхолин, серотонин, норадреналин, дофамин и другие. Нейромедиаторы, как ноты, слагающиеся в партитуру, определяют гармонию исполняемых процессов. И снова цифры. Объем мозга шимпанзе в среднем составляет 370 кубических сантиметров. У людей этот показатель равен около 1350 кубических сантиметров. Почему мы разные? Мозг современного человека сильно отличается от мозга человекообразных обезьян по размеру, форме, строению и функциям. С изменениями мозга тесно связаны изменения поведения, хотя найти уникальные черты в поведении человека не всегда легко. Интересно, что у людей различия мужчин и женщин в генетическом отношении больше, чем, скажем, у мужчин и самцов шимпанзе. Если в ситуации конфликта вам хоть раз хотелось бросить в лицо распоясавшемуся хаму, что он бабуин, вы удивительнейшим образом оказывались близки к истине. Ученые предположили, что профиль нейромедиаторов у человека и высших приматов должны отличаться. Такое отличие, по их мнению, объясняет наши более развитые умственные способности по сравнению с шимпанзе, гориллами, бабуинами и мартышками. Человек — это обезьяна, которая способна сделать острейшую бритву, чтобы перерезать горло другой обезьяне. Станислав Лем. Серотонин — путь к прогрессу. Результаты исследований свидетельствуют, что по сравнению с другими высшими приматами человеческий мозг имеет уникальный уровень и сочетание состава нейромедиаторов, которые, вероятно, привели к улучшению нашего познавания мира в ходе эволюции. Оказывается, уровень серотонина в самом переднем отделе головного мозга. Он носит название «стратиум» или «полосатое тело». У людей горилл и шимпанзе был выше, чем у других приматов. А между тем известно, что высокий уровень серотонина в полосатом теле снижает агрессивность, усиливает поведенческий и социальный контроль, тогда как низкий уровень связан с неразвитыми социальными навыками. Низкий уровень серотонина отмечается также в мозге людей с психологическими расстройствами, например, с неврозом навязчивых состояний. За уровень агрессии отвечает и такой нейромедиатор, как ацетилхолин. Чем его меньше, тем ниже агрессия. Ученые отметили, что у приматов уровень этого нейромедиатора гораздо выше, чем у людей. Кроме того, они обнаружили, что высокий уровень дофамина в полосатом теле мозга человека способствует моногамии как более выгодному для эволюции варианту развития социальных отношений. В отличие от людей, у шимпанзе нет представления о сексуальной ревности или соперничестве. Они не имеют долгосрочных партнеров. Более крупный мозг. Больше ума? Мозг человека в семь раз больше, чем у любого млекопитающего. Однако гиббоны и обезьяны-капуцины и даже полуобезьяны имеют большую относительную массу мозга, чем значительно более умные гориллы.